Мы, как всегда, с молитвой, чтобы было все в порядке, все были живы-здоровы у наших воинов, был успех, и ранены, и выздоровели с Божьей помощью. И захваченные в плен вернулись, и посвящаю все свои слова памяти и возвышению души Любы Бат-Михаэль. И хочу вам сказать, что сегодня получил, наконец, последнюю верстку книги Малахим Бетт. Вот, уважаемому Тимофею, я хочу сказать, что я все написал, как вы просили, в посвящениях, и очень надеюсь, что книга выйдет, и книга выйдет где-нибудь через месяц, она будет уже на бумаге. Теперь мы с вами возвращаемся к книге Схарья, с вашего разрешения. Я ввожу на экран текст. Так, внимание, так, это то, что нам нужно, я так понимаю. Вот, да. И мы с вами продолжаем книгу Схарья, посвященную эпохе возвращения из Вавилонского плена. И у нее много пересечений с другими пророками, в частности, с книгой Даниэля. Мы постараемся это сегодня с вами отметить. Я вот отлистываю к тому месту, которое нам нужно с вами. И мы с вами начинаем. Секунду, секунду, секунду. Мы видели с вами предсказания о строительстве Иерушалайма, о приближающемся строительстве Иерушалайма. И сказал мне ангел, говоривший со мной, поразгласи, говоря, так сказал Бог всесильный. Разгневался я на Иерушалайм, за Цион, гневом великим. И яростью великой гневался я на народы беспечные. Ибо гневался я мало, а они усиливали бедствие. Мы это разобрали с вами. И здесь мы видим два предсказания о Иерушалайме. Поэтому, так сказал Бог, возвратился я к Иерушалайму с милосердием. Дом мой построен будет в нем, слово Бога, воинств. И шнур строительный простер будет над Иерушалаймом. Мы видели в пророке Амосис, шнур строительный простерт для разрушения. Отвес простер для разрушения, потому что, видимо, при разрушении стены также пользовались отвесом для того, чтобы часть ее разрушить, а часть ее оставить. И там речь идет о разрушении. А здесь тот же самый шнур строительный, отвес, и также тот шнур, которым измеряли длины, когда речь шла о больших размерах. Вот об этом шнуре идет речь. И этот ангел и Всевышний предсказывает то, что Иерушалайм будет построен. И мы помним с вами, что Иерушалайм еще находится в трудном положении, еще строительство стен не завершено. Речь идет о том времени, когда еще Эзра и Нихемия еще не появились здесь. Они скоро придут, но они пока еще здесь не появились, и стены Иерушалайма до сих пор стоят проломленными. Еще по разгласи, говоря так, сказал бог воинств, еще распространятся города мои от добра, еще утешит бог Сион и изберет еще Иерушалайм. Мы с вами говорили, что избранность Иерушалайма, она вечная, но она просто не видна. Всевышний говорит о том, что он изберет Иерушалайм в том смысле, что будет видно божественное присутствие в городе, и что он избран Всевышним для того, чтобы там пребывало его имя. Это напоминание о том, о чем мы говорили. А вот теперь дальше мы продолжаем. «И поднял я глаза свои и увидел вот четыре рога». Речь идет о второй главе, начало второй главы. Четыре рога. «И сказал я ангелу, говорившему со мной, что эти, что означают эти рога». Мы помним с вами, что с Харья – это конец пророчества. Ему очень трудно воспринимать пророчество. Это не значит, что он слабый пророк или пророчества слабые. Но само по себе время, оно диктует некоторые особенности. И эта особенность – трудность. Трудность для пророка. Трудно для пророка в конце времени пророчества воспринимать пророчество, и он все время переспрашивает ангела, что это такое. «И сказал он мне, это рога, которые рассеяли Иуду, Израиль и Рушалаем, и показал мне Бог четырех мастеров по железу». И вот теперь нам нужно понять, что это за рога, и что это за мастера по железу Хоршим на Иврите. «Еще немножко. И сказал я, что пришли делать мастера эти». И сказал он так. «Это рога, которые рассеяли Иуду, так что никто не поднял головы своей, и пришли мастера эти и ужаснуть их, сбросить рога народу, поднявших рог на землю Иуды, чтобы рассеять ее». на четыре рога, которые рассеивают сыновей Израиля. По пророчеству Даниэля мы видим, что ветер дует на море и поднимает волны на море, и из моря поднимаются животные, и ветры эти дуют в сторону земли Израиля. То есть, как бы, сражение народов происходит в связи с землей Израиля. Силы этих народов, они связаны с землей Израиля. И мы можем представить себе, что сыновья Израиля должны были быть центром мира и должны были распознанять духовные силы на весь мир. Огромные, высокие духовные силы они должны были воспринимать и часть их передавать всему миру, как сосуд, который принимает, может быть, в него наливают воду, допустим, а потом она растекается в другие сосуды. Если выплеснуть эту воду сразу в другие сосуды, то они разобьются, они не смогут принять такой большой поток воды без главного сосуда, который первым принимает эту воду. Это, как бы, такое представление о сыновьях Израиля, у Иерушала, именно которого изливается благословение, а потом это благословение растекается по всему миру. Говорят, что царь Шламо мог посадить в земле Израиля любое дерево, потому что он знал те каналы, по которым расходятся благословения в те или иные страны, и там растут те или иные растения. И вот сила этих растений, она течет, идет от земли Израиля, не зная на то, что, может быть, они в самой земле Израиля, как правило, не растут. Так вот, царь Шламо знал эти нити, как бы канал, и он мог на них посадить деревья. Можно считать, что это образ, но в любом случае от земли Израиля зависит все, и об этом пойдет разговор. В каком смысле, что если народ Израиля на земле Израиля, то и он способен принять блажестное благословение, то это благословение идет в определенных пропорциях, распространяется на каждый народ. Если же нет, то силы народов, если еврейский народ как бы не способен принять это благословение, он оказывается сосудом либо треснутым, либо закрывается от этого потока, поток продолжает идти, он выплескивается на другие народы, и как сила, превышающая их возможности, она становится разрушительной. И как у Даниэля, в пророчестве Даниэля, она порождает как бы волны, порождает силы, которые приходят и захлестывают землю Израиля, как бы действуют в противоположном направлении. Я здесь схематически изобразил синими стрелками то состояние, когда все в порядке и когда благословение расходится на стороны света в другие страны. И такими оранжевыми, коричневыми стрелками изобразил то состояние, когда сыновья Израиля не справляются со своей задачей, силы бесплескиваются просто на народов мира, становятся разрушительными, и, как следствие, они направляют свои усилия против сыновей Израиля, против земли Израиля. Это как бы такая божественная схема, можно в шутку назвать ее схемой переменного тока. И схема есть удачного состояния, есть неудачного состояния. Для того, чтобы как бы лучше нам усвоить эту идею, я привел вам цитату из Талмуда Кедушин, Талмуда Бавли, Масахид Кедушин, 49 лист, и здесь говорится так. «Десять мер мудрости спустились в мир, девять из них взяла земля Израиля, а одну – весь остальной мир». То есть то, о чем мы говорили – благословение, благословение мудрости, духовные силы, способность понимать, развиваться, правильно воспринимать мир, видеть его и духовные составляющие, и уметь пользоваться его материальной составляющей, приносить в мир благо, понимать, что есть благо, потому что именно с этим связана мудрость, мудрость, которая является разрушительной, она с точки зрения уже не мудрости. Ее можно как-то иначе назвать. Вот здесь мудрость, понимание того, как продвигать вперед мир, страны, как приносить благо людям, как развивать технический прогресс, использовать его на благо людям. Десять мер таких спускается в мир, девять на Ирушалаем, девять берет Ирушалаем, все спускается на Ирушалаем, девять берет Ирушалаем, остальное расходится на весь мир и тоже благодаря Ирушалаему, благодаря еврейскому народу, который находится на высоте, является сосудом, способным принять божественное благословение. Десять мер красоты спустились в мир, девять взял Ирушалаем, а одну меру весь остальной мир. Красота как способность воспринимать божественное присутствие. То есть мы с вами говорили как бы неоднократно, что когда за материальным миром ощущается духовный, это как раз и вызывает чувство красоты. Можно сказать, когда за материальным миром чувствуется божественное присутствие. Можно сказать, что когда материальный мир становится говорящим, потому что изначально он создан как речь, он воспринимается как обращение обращение Всевышнего к человеку, и человек понимает, что от него требуется. Вот это и есть ощущение мира как божественной речи, это и есть ощущение красоты. То есть всякий раз, когда за внешней формой раскрывается духовное содержание, возникает ощущение красоты. Вот эту силу видеть, как бы видеть, соотноситься с духовным миром получили сыновья Израиля через Иршаваим, через храм, через служение в храме. И одна ее часть уходит на весь остальной мир. И, видимо, она, по крайней мере, на какой-то момент этого достаточно. Дальше говорится о десяти мерах богатства. И тут уже говорится, что девять мер взяли Ромаим. Римляне, да, это нас меньше интересует. То есть есть другие качества, которые приходят в мир, другие силы. Это у меня сила богатства, да, и вот, и она приходит через Рим. Это не значит, что Иршаваим был бедным, или сыновья Израиля был бедным, или храм был бедным, да. Здесь речь об отношении богатства. Для Рима богатство – это самое главное. И вот в этом плане богатство приходит на Рим. И богатство приходит на Рим. Но то, что нас интересует – мудрость и красота, то есть духовные моменты, они распространяются через Иерушалаим, через сыновей Израиля. И это дает силы всему миру. И опять же, когда храм разрушен, когда сыновья Израиля не удостоились, мир сам по себе находится в таком разрушенном состоянии, потому что эти силы расплескиваются и превращаются в силы разрушения. Это как бы такая общая схема, ее можно увидеть в нескольких местах пророков. Теперь, с Харья говорится, что есть какие-то четыре силы, четыре рога, которые разбросали сыновей Израиля на четыре стороны света. И они, по всей видимости, продолжают действовать. То есть эти силы продолжают действовать. Мы можем представить себе, что речь идет о четырех изгнаниях, одно из которых осталось позади. Напоминаю, что изгнания, которые пережил еврейский народ и о которых предсказано Даниэлю, на самом деле о них было предсказано еще Аврааму. И здесь в скобках нужно заметить, что, как все предсказания, они не являются обязательными каким-то приговором. Они могут не состояться, если народ удостоится. Если он, скажем, вообще не может не попасть в изгнание, или попав в первое изгнание, он может извлечь уроки, достаточный для того, чтобы следующие изгнания не происходили. Все это может быть. Но как бы такой план неблагоприятных, скажем, неблагоприятного развития истории, он предполагает четыре изгнания. Это Вавилон, Персия, Греция и Рим. Причем мы представляем себе, что Греция, она не изгнала сыновей Израиля физически. Здесь под изгнанием имеется в виду чужая власть, чужая культура, давление чужой культуры. То есть оказаться в изгнании – это иногда даже не обязательно быть изгнанным со своей земли, а оказаться под чужой властью, так как бы понимается в Торе или в пророках. И мы представляем, что Вавилон пал в 352 году до этой эры, и Вавилонское изгнание осталось позади, и мы как бы находимся во времени персидского изгнания, может быть, начало персидского изгнания, и перси разрешил построить храм, разрешило, запретило, потом опять разрешило, и приближается изгнание греческое, или засилие эллинизма, власть эллинизма. Она начнется в 330 году, когда Александр Македонский ступит на землю Израиля. Совсем скоро. Скажем, давайте я поправлюсь немножко. В 3070 году закончилось Вавилонское изгнание, в 352 году построен храм, вот мы говорим, это построен храм, или, по крайней мере, в большей части построено здание храма, в 352 год, и дальше, в 330 году, Александр Македонский ступит на землю Израиля, начнется Вавилонское изгнание. В 60-м году до этой эры Помпей в результате междоусобной войны потомка Хашманаев придет в Иерушалай, и он уже оттуда не уйдет и утвердит римскую власть, и начнется последнее римское изгнание. Вот, скажем, вот. И это все результат, как бы, с духовной точки зрения, это результат того, что сыновья Израиля не справляются с тем, чтобы принять божественное благословение и распространить его во всем мире. И вот это вот эти... Это эти четыре рога, четыре силы, которые, как бы, скажем, они действуют. И если Вавилон уже позади, вавилонское знание позади, это не значит, что сила Вавилона, она ушла, она не продолжает действовать. Она нанесла свой вред сыновьям Израиля, оставила отпечаток в них, в их представлениях о мире, и прервала вот такую непрерывную традицию принесения же в храме. Все это оказало огромное влияние на сыновья Израиля. Они теперь с этим идут. И это также остался, как бы, один из рогов, который продолжает действовать на сыновья Израиля и стремится их разбросать на четыре стороны света. То есть эти четыре силы действуют постоянно. В книге Перкейдер Абелезер объясняется через видение Аврагама, через Брид Бейнабетарим, видение, которое было ему дано, когда Всевышний заключил с ним союз рассеченных частей, там объясняется, что эти четыре силы, они действуют на протяжении истории на еврейский народ три раза. Первый раз каждая сама по себе, как мы представили их себе, Вавилон, Персия, Греция и Рим. Дальше они объединяются попарно, и каждая пара действует на сыновей Израиля. И здесь просматривается попарно, они объединяются, это, скажем, как Греция и Рим, они объединяются под эдидой христианства, а, скажем, Персия, Вавилон и Персия, они трансформируются в ислам и действуют как ислам. Так, по крайней мере, представляет Перкеде Раби Элиезер, книга, которая написана в самом начале этой эры, несет себе устную традицию и записана в начале этой эры. Она так представляет, скажем, постоянное действие этих рогов, что они объединяются попарно и продолжают действовать. Но то, что мы можем себе представить, что ни один из этих рогов не перестает действовать. Это одно представление. Можно посмотреть на вещи немножко по-другому. Сейчас посмотрим, если у нас получится это в дальнейшем. И, ну, прежде всего, значит, есть силы, которые действуют, чтобы разбросать ценове Израиля по сторонам света, а есть мастера, праведники, какие-то силы в еврейском народе, которые уменьшают эти силы, которые прекращают это изгнание, прекращают это изгнание. Давайте посмотрим, как это видится. Это такая общая картина. Посмотрим, как это видится через книгу Даниэля. Много интересных моментов там, но я просто не стал брать все. Я взял с вами второе видение, которое ближе к этому пророчеству с Харья. И здесь как раз говорится о животных с рогами. И, безусловно, эти два видения с Харья и Даниэля, видение, которое было дано раньше, за 18 лет примерно до этого, если не больше, где-то за 18-20 лет до этого видения, о котором мы говорим, с Харья, четыре рога, которые подрезают мастера, за 20 лет до этого дано видение Даниэля, животные с рогами. И мы сейчас его посмотрим с вами. На третьем году царствования царя Больша Цара. Последний царь Вавилона прямо накануне падения царства, где-то 370 год, накануне 372 год до этой эры. Вот в этот момент Даниэль видит видение. И что же он видел? Что же он видит? Он видит непростую для него вещь. Он видит, что за Вавилонским изгнанием последуют другие изгнания и будут силы, которые будут действовать на еврейский народ. Вся история превратится в борьбу народов между собой, в центре которой будут стоять сыновья Израиля. И, конечно, это можно представить себе, что ему это было очень нелегко увидеть, потому что ни у кого еще не было ясного представления о том, что будет дальше, как дальше будет развиваться история. И тут Даниэлю показано, что Вавилон – это не последнее изгнание. И поднял глаза я и увидел. Вот баран. Один стоит перед рекой, и два рога у него. Рога эти высокие, но один выше другого. И более высокий поднялся позже. Здесь можно... То есть, как бы, пророчество имеет много планов. И мы сказали о четырех силах, которые действуют постоянно. А здесь через пророчество Даниэля можно увидеть, что речь идет о дальнейших изгнаниях. И вот есть Персия, которая приближается. И она здесь представлена как баран с двумя рогами. Причем один рог, который побольше, он вырастает позже. И мы уже начинаем читать то, что происходит. Баран, Персия. И ее влияние, важно же, и влияние на сыновей Израиля. Ее влияние на сыновей Израиля – это и влияние силы, подавления. Удар барана, он не проникающий внутрь, он сминающий. Его рога круглые. Он бьет и наносит поражение силой своего удара, но не делает проникающей внутрь раны. Это Персия, которая давлеет над сыновьями Израиля, висит над ними, владеет ими. Но все идеи персов, они не проникают глубоко в среду сыновей Израиля. Уже, скажем, да, уже корыш, царь Кир, он, скажем, да, то есть, как можно сказать, что персы основываются на идее двух начал, что-то похожее на зороастризм, а может быть буквально зороастризм, уже формируется в их среде, два начала, весь мир похож на борьбу света и тьмы, как похож на, будто кто-то играет в шахматы, есть белые фигуры, есть черные фигуры, зороастризм, два основных начала, огонь, главная, как бы, сила света, положительное начало, уже все это есть у персов. Это не оказывает на сыновей Израиля такого большого влияния. Так же, как и идолопоклонство в идолопоклонство Вавилона с многими богами, с поклонением звезд, с развитой астрономией и астрологией, это не оказало большого влияния на сыновей Израиля. В том смысле, это на на тех, кто сохранил, на тех, кто сохранил себя. Безусловно, изгнание оказывает влияние в любом случае, но такого большого влияния это не оказало. Оказало на тех, кто ушел и оставил, как бы, ряды еврейского народа, смешался с Вавилоне, с халдеями, но ушли и ушли, и до свидания. Мы говорим о дальнейшей истории. И вот, скажем, верования Вавилона, они не оказали такого большого влияния, так же, как и сила, так же, как и верования Персии. В основном, у Персии это власть, власть, которая держит в своих руках, и это похоже на барана, который, сила, сила которого, сила удара, но не проникающая внутрь, но не проникающая внутрь рана. И мы видим у барана два рога, да, и мы начинаем читать это, понимать это. Первый рог, это, первый рог, это Дарьявиш первый, и, который, в котором только-только начинается преобразование после падения Вавилона, и второй рог, это, это Корыш, Кир, который разрешает построить храм, он более, более большой рог, более сильный рог, да, вот, и более большой рог, более великий, да, его величие в том, что он разрешается на вьям Израиля вернуться, вот этот баран с двумя, с двумя рогами, да, а дальше, что, и увидел я, как баран этот бьет рогами на запад, и на север, и на юг, никакие звери не могут устоять перед ним, то есть Персия захватывает весь, весь мир, правит твердо, так же, как во времена, во времена, мы видим, во времена Хашвироша, и после Персия обладает твердой властью, никто не может спасти от него, и делал он, что хотел, и стал огромным, баран стал огромным, он увеличивает свою массу, свой объем, то есть, закладывает все новые и новые земли, топча их ногами, но опять же, не нанося проникающей раны, мы помним с вами, что Персия, она не настаивала на том, чтобы все народы, она не настаивала на том, чтобы все народы подчинялись, то есть, не подчинялись, скажем, да, а приняли одну и ту же религию, чтобы все думали одинаково, и так далее, она властвовала, властвовала и давала каждому народу развивать свою культуру, свои божества, каждому народу говорить на своем языке, да, и так далее, вот она разрастается, как большой, большой зверь, задумался я, ну вот с запада идет козел по всей земле, и не касается он земли, и рог приметный между глазами, между глазами его, мы понимаем, что речь идет о стремительном росте Греции, да, о, скажем, на восстановлении, о восстановлении ленизма, о Александре Македонском, да, и Греция объединена, меняется в одно единое целое, и у нее рог, как у козла, один, острый, это проникающий удар, проникающий удар, в том смысле, что Греция, эллинизм, оно повлияет на, Греция, она, эллинизм, он повлияет на сыновей Израиля, так сказать, изнутри, да, то есть, большое число сыновей Израиля примут греческий образ, эллинистический образ жизни, и эллинизм проникнет внутрь народа, и вот как бы этот козел, он способен наносить проникающую рану, в отличие от барана, который только бьет и топчет, и разрастается в объеме, да, разрастается сам в объеме, но проникающие раны, он не наносит, не оставляет такого большого следа в душах сыновей Израиля, не оставляет следа в дальнейшей культуре сыновей, сыновей Израиля, не так сильно влияет на их представление, не так эллинизм, не так Греция, это рано проникающее, и дошел он до барана, козел стремительно идет до барана, Греция развивается, стремительно под началом Александра Македонского, до барана Двурогова, которого я видел стоящему у реки, и устремился к нему в ярости силы своей, и увидел я, как приблизился он к барану, и яростно напал на него, то есть мы понимаем, что Даниэль показан встанкло мнение Александра Македонского с Дарием, с Персией, и ударил он барана, и сломал оба рога его, и не было у барана силу стоять перед ним, козел побеждает барана, лишая его силы, рогов, которые позволяли ему властвовать над другими народами, и свалил тот его на землю, и растоптал его, и не было никого, кто спал бы от него барана, и вырос козел чрезвычайно, а когда стал он сильным, сломался большой рог у него, что же здесь происходит? Здесь происходит несколько, опять же, планов у этого пророчества, и появились вместо него четыре торчащих, обращенных четырем сторонам света. Мы понимаем, что прежде всего здесь речь идет о распадении империи Александра Македонского на четыре части, каждая из которых возглавляется одним из его полководцев. Главные две части – это Сирия и Египет. Сирия, которую возглавляют Селевки, и Селевк – один из полководцев Александра Македонского, и Птолемей возглавляют Египет. И из одного из них вышел небольшой рог. Мы видим, что это не только предсказание о распадении на четыре части империи, это предсказание о дальнейшем развитии, так сказать, духовных сил религий, который следует за эллинизмом. Небольшой рог. И очень разросся на юг и на восток, и в сторону страны красоты, в сторону страны Израиля. И вознесся он до воинства небесного, то есть поднялся до сыновей Израиля в таком высоком состоянии, до тех сыновей Израиля, которые находятся в высоком состоянии, их можно назвать звездами небесными. Мы знаем, что есть описание сыновей Израиля, как небесные звезды, как песок морской, и как прах земной. Вот здесь высокое состояние. Звезды небесные. И сбросил на землю часть воинства, и звезд, и растоптал их. И вознесся он до главы воинства. И у него отобрана была ежедневная жертва, и заброшено было место святилища его. Здесь описывается, кроме того, что империя Александра Македонского распатается на четыре части, описывается, что из одной его части, из одной его части, из Византийской империи, которая, безусловно, является духовным наследником эллинизма, появляется христианство. И христианство является большой опасностью для сыновей Израиля. Поднимается до них, когда они находятся в состоянии звезд, высокого состояния, действует на них, и сбрасывает многих из них на землю, и растаптывает их. И доходит до главы воинства, доходит до, доходит до, скажем, до первосвященника, и у него отобрана была ежедневная жертва, и прекращается служение, служение в храме. И заброшено было место святилища его, храм оказывается разрушенным. И дальше Даниэль получает объяснение, двурогий баран, которого ты видел, цари Параса и Мадая, а козел – царь Иоанна, Греции. А большой, большой рок, который между глаз него, это первый царь, это Александр Македонский. Мы видим, кроме того, что это один царь, мы еще видим, что это проникающая рана. И другой момент, который здесь есть, если, скажем, у барана, у него два рога, и мы говорили, что, скажем, основная религия Персии – это зороастризм, это два начала, то у Греции, основой Греции, скажем, учителем Александра Македонского был Аристотель, который стремился найти или, скажем, который стремился найти единое начало мира. Может быть, у него не получилось, но он к этому стремился, и его предшественники, все школы монизма, философии, все философские школы монизма, они стремились найти единое начало мира. То есть, если Персия, она основывается на двух началах, то в Греции, то в Греции ищется единое начало, и, в общем-то, в этом и сила тоже Греции, то, что она основывается на такой посылке, как единое начало мира. Или, по крайней мере, на поиске единого начала мира. То есть, это Первый Царь, и это сила Греции, как поиск единого начала, сила культуры, или низма, я бы сказал, как поиск единого начала. И то, что сломалось Иона, появилось вместо него четыре. Четыре царства станут из народа, как мы с вами говорили, империя Александра Македонского распадается на четыре части. Но неравны ему по силе. Они не будут с той же сильной, как Первый Царь. В конце же их царствования, когда завершат свое дело преступники, встанет царь наглый и понимающий загадочное. Речь идет о том, что один из рогов, как у нас сказано, про один из рогов, сейчас там мы скажем, мы с вами сейчас посмотрим, как сказано у нас. И из одного из них вышел небольшой рог. Небольшой рог. И очень разросся на юг, и на восток, и в сторону страны красоты. И он начинает расти как-то в четырех направлениях. Или он, скажем, вращается и как бы наносит удары или старается захватить власть на сторонах света. Но это новый рог. И этот новый рог, который вырастает, скажем, из силы эллинизма, на развалившихся четырех осколках царства Александра Македонского, это христианство. Вот в конце же их царствования, в конце, когда царство Александра Македонского, царство, возникшее после Александра Македонского, утратит свою силу, то поднимется, вслед за этим поднимется Римская империя. Но то, что интересует здесь, как бы, если так можно сказать, интересует ангела, который рассказывает об этом, это не сама Римская империя, а та сила, которая вырастет из нее, и которая вырастает из эллинизма. И это христианство. И наберет он силу, но не своей силой, и уничтожать будет он на удивление, и преуспеет в деяниях своих, и будет губить сильных народа святых. То, что он не своей силой, а силой Торы, так сказать, силой иудаизма, покоряет весь мир и покоряет народы или влияет на народы и покоряет их. Это здесь имеется в виду не своей силой. Не своей силой. Не то, что ему особая сила и помощь дается свыше, а он опирается на силу иудаизма. И он наглый. Наглый в каком смысле здесь наглость можно представить себе так, что Маше назван самым скромным человеком. Нет более скромного человека, чем Маше. Общаясь, так сказать, со Всевышним, он, как можно сказать, он не видит... Как пытаться представить себе, что скромность, скромность, она отражается и в том, что Маше не приписывает Всевышнему никакого образа, никакого образа, никакой похожести со Всевышним, никакого приближения ко Всевышнему в материальном плане нету в голове и мыслях Маше совершенно. Может быть, у других людей тоже, но для Маше это особенно важно. А этот, если Маше предельно скромный, и он не приближает, так сказать, себе Всевышнего, не описывает его в каких-то антропоморфных образах, не придает ему какие-то человеческие образы, то в этом скромность скромность Маше. Для Маше Всевышний в этом плане абсолютно далек, абсолютно абстрактен. А здесь этот наглый, он представляет Всевышнего как человека. Он приближается ко Всевышнему или приближается Всевышнего к себе, сводит его до человеческого уровня, и в этом его наглость. То есть слово наглость здесь перекликается со словом скромный определение Маше. И понимающий загадочное, понимающий загадочное, якобы понимающий загадочное, все пророческие, всю Тору, все пророческие книги, он понимает лучше нас. Этот, или эта сила христианства, она понимает ее лучше нас, лучше сыновей Израиля. И в этом плане он тоже наглый. И благодаря уму своему преуспеет он в коварстве своем и вознесется он в сердце своем, и спокойно губить будет многих, и против властителей восстанет он, и сломлен будет без помощи рук человеческих. И вот тут мы с вами видим, очень трудно, может быть, в таком беглом рассказе донести структуру и смысл такого пророчества, но надеюсь, что мы с вами очень многое все-таки здесь как-то ухватили, так сказать. И мы, возвращаясь к Эсхарья, после всех тех посылок, которые мы с вами обсудили, мы можем теперь представить, что есть силы, которые действуют на сыновей Израиля, на еврейский народ, действуют постоянно. Те изгнания, которые можно увидеть так, что те изгнания, которые пропали, их уже, те царства, которые пропали, они продолжают действовать на сыновей Израиля в том плане, что они оставили след в их душах, а можно увидеть и так, что Даниэлю говорится о последующих силах, которые будут действовать. Он стоит во время конца Вавилонского царства. Ему показывается Персия и Персия и Греция. И там есть вот эти рога, два рога у барана и рог один у козла, который потом распадается на несколько рогов. И это можно увидеть, что это те силы, о которых речь идет, о которых в дальнейшем будут действовать на сыновей Израиля. И сказал я, что пришли делать на Сераите, сказал он так, это рога, которые рассеяли Иуду, это те силы, которые действовали на Иуду, которые рассеяли ее так, что никто не поднял головы своей, ничего не могли сделать с этими силами, которые обрушились на Иуду. Силы, прежде всего, духовные, то, что нас, может быть, интересует, прежде всего, это духовные силы. И мы поговорили о них, каковы они, и пришли мастера эти ужаснуть их, сбросить рога народа, поднявших рог на землю Иуды, чтобы рассеять ее. Кто же эти мастера? Кто же сломает эту силу народов? Кто ей не даст ей окончательно победить сыновей Израиля? Хотя, может быть, эти силы многих, так сказать, унесут куда-то в чужие религии, чужие представления, оторвут от Торы, но нет, окончательно они не победят сыновей Израиля. И кто же эти мастера, которые ограничат силу этих рогов? Можно попытаться представить себе так. Можно представить себе попытаться так. Я ищу где-то, я для вас выписал здесь. Вот, если нет, то я тогда просто пытаюсь вам сказать устно, вот, просто я переставлял туда и сюда для того, чтобы как-то сделать более логичное изложение, но в любом случае здесь все переплетено, вот я нашел, да, четыре рога. Это Даниэль, Хананин, Мишаэль и Азария. Вы скажете, как они могут быть рогами четырьмя силами, которые противостоят всем изгнаниям, когда они жили в эпоху Вавилонского царства, и в период Персии, в начальный период Персии, они вернулись в землю Израиля, были членами Великого Собрания, но они даже не дожили до периода эллинизма. Также они могут быть теми силами, которые противостоят и эллинизму, и христианству в дальнейшем. Здесь дело такого рода, как бы, да, Хананин, Мишаэль и Азария. Они показали, зародили, зародили раз и навсегда в душах сыновей Израиля, такой момент, да, что возвращение в землю Израиля, оно настолько важно, что можно пожертвовать, можно и следует пожертвовать жизнью ради сохранения этой мечты, ради борьбы за землю Израиля, да, и это та сила, которая противостоит воздействию других народов на сыновей Израиля во все эпохи. Даниэль, он тоже, мы знаем, что он и молился Всевышнему, чтобы прекратилось изгнание, и мы знаем, что он был в первом караване, вернувшись в землю Израиля, но, может быть, здесь стоит подчеркнуть, что он был той силой, которая, так сказать, или он дал силу сыновьям Израиля в изгнании соблюдать заповеди. Мы помним, что сыновья Израиля оказались в изгнании и изгнании Ихонии еще, да, и они не знали, что делать. Мы видим в пророке Хискеле, что было много вопросов, стоит ли соблюдать заповеди, может быть, Всевышний нас отдал во власть другого царя, и он тем самым хочет показать, что он больше не наш царь, и нам не стоит соблюдать заповеди. Может быть, у нас нет возможности соблюдать заповеди, и поэтому не надо их соблюдать. Обязаны ли мы жертвовать своей жизнью ради соблюдения заповедей, ради веры обязаны ли мы жертвовать своей жизнью? Все эти вопросы были у сыновей Израиля. Даниэль показал, что не только заповеди остаются в силе, следует вести еще и дополнительные заповеди, которые помогут сыновьям Израиля отделиться от окружающих народов, сохранить себя для того, чтобы при первой возможности вернуться в землю Израиля. И я бы сказал, что это эти четыре рога, четыре силы, которые действуют во всех изгнаниях. Это представление о том, что есть сыновья Израиля оказались под чужой властью, это не значит, что они должны оставить заповеди, наоборот, должны быть введены заповеди, которые помогают им отделиться от народов, и это сила, которая утверждает в душе вот такое понятие, стремление в землю Израиля во что бы ни стало. И вот если говорить о том, что Ханя не мешали Азаре повлияли и в персидский период, то мы с вами можем увидеть, что Мурдыхай не склонился перед Аманом, хотя он имел полное право склониться перед ним, потому что из уважения к человеку можно склониться перед ним. Есть в Гемаре посылки, что у Амана на шее висел идол, или что он сам объявил себя идолом. Это по большому счету никого не волнует. Аман требовал, чтобы ему склонились из уважения, чтобы перед ним кланялись из уважения, и Мурдыхай мог склониться перед Аманом. Но что? Так же, как Ханане Миша или Азаре не склонились перед золотой статуей, так же он не склонился и перед Аманом, и тем самым спас, так сказать, сыновей Израиля от ассимиляции в Бавеле. Да? Вот. И, значит, скажем, да, и подобные длинные люди это, скажем, да, Изрубавель также, Эзра и Нехемья, вот, да, когда на силе противостояния силе ленизма заложил Шимона Цадик, Хашманаи, да, в которых во них, так сказать, во всех бродит сила не склониться перед чужой властью, так или иначе не склониться перед чужой властью, Шимона Цадик не склонился перед Александром Македонским, Александр Македонский склонился перед Шимона Цадик, да, Хашманаи, понятно, что они силой восстали против засилия иллинизма, то есть они несут в себе ту же силу и ту же идею, которая пришла с Ханани Мишаэля Азари. Против христианства, это можно сказать, что это сила Раби Ашуа, можно было привести несколько годов из Гемары, может быть, это в следующий раз, как Раби Ашуа заложил основу противостояния христианству. Раби Акива, безусловно, Раби Уда Анаси, и это те силы, которые шли за Ханани Мишаэля Азари, непреклонность духа, даже тогда, когда речь не идет о формальном нарушении или ненарушении закона, а когда речь идет о сохранении духа. Они помогли сохранить дух борьбы, противостояния чужим религиям, чужим влияниям. Дух любви к земле Израиля, я бы сказал, что это и есть эти четыре рога, Даниэль, Ханани, Мишаэль и Азари. А дальше можно их увидеть, как бы их развертку можно увидеть во всей эпохе, и таких рогов тогда у нас будет много, по нескольку в каждом поколении и по нескольку противостоящей каждой силе. Наверное, мы здесь и становимся с вами. Я, как всегда, как вы видите, запланировал несколько больше, чем я успел. Но надеюсь, что как бы основную идею мы с вами пытались себе представить. Четыре рога, которые противостоят четырем силам народов мира. Мы представили себе, откуда рождаются эти силы народов мира и почему они оказываются направлены против сыновей Израиля. Потому что порядок мира обычный, гармоничный, порядок мира нарушен. И они как бы естественным образом направляются против сыновей Израиля. И противостояние этим силам четырех мастеров. Вот надеюсь, что мы как-то это с вами пытались представить себе. И заодно хотя бы бегло познакомились с пророчеством Даниэля. Здесь я останавливаюсь. И если у нас есть еще немножко времени, то, пожалуйста, я с удовольствием готов попытаться ответить на ваши вопросы. У меня к вам первый вопрос. Мы что-то с вами поняли? Или я вас запутал просто быстрым изложением? И надо в следующий раз взять и повторить подробно. Что скажете? Спасибо. Я бы без вашего объяснения никогда бы не поняла. А сейчас я понимаю это значение. Спасибо огромное. Спасибо. Это очень приятно. Но главная для меня информация, что, по крайней мере, что-то было понятно. Не обязательно все детали и все. Но, по крайней мере, о чем идет речь, я очень надеюсь, что это понятно. И нам важна здесь не только событийная сторона, а важна общая картина, представление о том, что на нас лежит ответственность за весь мир. Какая ответственность за весь мир? Он не воспримет то, что мы должны воспринять. Никогда не воспримет. Это все вылится на него и станет разрушительной силой. Мы должны это воспринять. И мы должны каждому из народов дать тот свет, который станет для него благословением, а не разрушительной силой. Если же нет, то реакция, она обратная, как бы идет в обратную сторону, и она идет на нас. Все, пожалуйста, да-да. Да, Рамсель, спасибо большое. Достаточно сложно, но вроде понятно. Пытаюсь сопоставить с тем, что вот ваши книги в комментариях, там есть упоминания, что это за мастера, которые спилят эти рога. И вот говорится, что это Машир Бан-Гюсеф, Машир Бан-Давид, первосвященник, и вот забыл, кто четвертый, и вот пытаюсь понять, как это будет происходить. Понятно, что, значит, скажем, да, здесь нету конкретного предсказания. Здесь есть общая картина, ее можно повернуть по-разному. Действительно, значит, если говорить о конце времен, то, наверное, стоит говорить, как вы говорите, о Машир Бан-Гюсеф, Машир Бан-Давид, и о первосвященнике, и о становлении такой вот царской власти. Вот, действительно, да, Машир Бан-Гюсеф как собирание рассеянных, да, и это против, как бы, силы народов мира. Вот, Машир Бан-Давид как становление царской власти и строительства храма, первосвященник, как тот, через кого исходит благословение на сыновей Израиля, в конечном итоге на все народы, да, и твердая власть, как бы твердая власть царя. Вот можно представить себе, можно представить себе так. То есть это с точки зрения конца, да. Да, я бы вдался вам как раз, потому что этого нету в книге, я бы вдался дать вам другую картину с точки зрения, так сказать, начала, да, корня противостояния другим народам. Да, это Даниэль как утверждение, что утверждение и сила исполнения заповедей в любых условиях, да, вот, и Ханания Мишаиля Азария как сила такого национального достоинства, памяти о земле Израиля, сохранение мечты земли Израиля и возвращение в землю Израиля. Это, как бы, это две такие вот основные силы начала, да. Это то, что можно, как бы, попытаться сходу сказать. Спасибо. Что ты, пожалуйста, если что-то хочется еще спросить, то, пожалуйста, да. Вот, если что-то, если хотя бы что-то понятно при таком беглом разговоре, да, я очень рад, потому что все эти картины, все эти картины, они не развернуты, да, не развернуты в комментариях. Их очень трудно, трудно получить. Я иногда, как, может быть, я вам рассказывал, я спрашиваю у, там, иногда у своих учеников, я, особенно в университете, я спрашиваю, ну, как, понятно? Они говорят, да, понятно. Когда я говорю, ну, мне очень обидно. Почему обидно? Ну, как, вы за пять минут все поняли, а я 20 лет думал, да. Вот, так что, если что-то понятно, я действительно рад, потому что это складывается. Тихо. Окей. Еще раз, пожалуйста. Народ, еще есть вопросы? Хорошо. Спасибо за лекцию. Спасибо за урок. Ну, что-то раскроется новое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всем счастливо. До свидания. Что-то понятно, и слава Богу. Хоть что-то. Вернемся. Вернемся. Постараемся. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Субтитры. 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 Субтитры.